Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». На Пасхальной Божественной Литургии славами святого Иоанна Златоуста мы провозглашаем победу жизни над смертью. Мы говорим, где ад, твое жало? Где смерть, твоя победа? Воскрес Христос, и ни один мертвец не остался во гробе. Христос, Сын Божий, Бог живой, пришел на землю. Он жил человеческой жизнью, будучи Богом живым, самой жизнью. Он приобщился всему, что составляло судьбу человека. Он жаждал, был голоден, уставал. Но страшнее всего, в конечном итоге, он приобщился умиранию и смерти. Можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, чего эта любовь Богу стоила? Жизнь Христа, смерть Христа, отверженность людьми, ужас Гефсиманского сада, когда он ждал смерти, зная, что его предал близкий ученик, зная, что через несколько часов Петр, другой его ученик, от него отречется, и что все его оставят, умирать в одиночестве, умирать одному. И этим он нам говорит, смотрите, это я на себя принял. Я умер, чтобы вы верили, чтобы вы любимы Богом, и потому, что вы Богом любимы, вы спасены. Потому что спасение наше не от нас зависит, а от этого чуда любви. А мы, чем мы можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту любовь принять благоговейно, трепетно, в сердца наши. Мы можем с изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой божественной любви. И если мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь благодарить, превратить всю жизнь в благодарение, не по долгу поклоняться Богу, не по необходимости исполнять Его заповеди, а сказать, «Господи, если Ты нас так любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что Твой путь – путь жизни». И всю жизнь, всю без остатка сделать не словом благодарности, не песнею благодарности, а живой благодарностью. Так любить каждого человека, как и его возлюбил Бог, любой ценой и до конца. Если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим миром. Тогда придет к нам Царство Божие, Воскресение, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть. Не телесной смертью и не ужасной смертью разлуки, а отказом от всего себелюбия, отыскание своего, открыться Богу, открыться другим, жить для других. Потому что воскреснуть вечной жизни может только то, что сбросило с плеч, как старую ненужную одежду, все временное и тленное. Так будем жить, и так мир создавать. И тогда возрадуется о нас Господь. И мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку в лицо, воспринимая пасхальную радость. Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие ставропольчане, позвольте сердечно поздравить вас с великим праздником Святой Пасхи. Христос воскресе! Эти дивные слова свидетельствуют о том, что Христос воскрес после страданий и крестной смерти за каждого из нас. И естественно, что Он может дать силу и каждому из нас воскреснуть вместе с Ним в вечную жизнь. Некогда Адам с Евой согрешили в раю и были наказаны за это и лишились этого вожделенного рая. И прошло несколько столетий, прежде чем пришел тот обетованный Мессия, Христос, спаситель мира, принесший новую религию, принесший новые заповеди, принесший невероятную христианскую любовь. И по тому необычайному промыслу Божию пришлось Ему пострадать, быть уничижену от злых людей, от зависти, злобы, коварства, и пострадав, принять крестную смерть и, наконец, показать свою божественную силу в славном Своем воскресении, смертью смерть поправ слышим мы в тропаре воскресения Господня, Святой Пасхи. И вот в этом как раз является огромный залог, огромная радость того, что как бы не был силен грех, как бы не был силен дьявол, есть сила Божия, готовая воскресить и нас с вами, дорогие мои, готовая дать и нам силы в борьбе с грехом, и как бы тяжко не было, как бы не был и наш крест тяжел, как был тяжел крест Господа и Спасителя, некогда сила божественная, сила Христова готова дать нам это славное воскресение. И мы с вами это чувствуем, это воскресение, эту Пасху, тогда, когда особенно усердно молимся, когда мы приобщаемся к святых христовых тайн, когда встаем под эпитрахиль священника и плачем на своих грехах, прося прощения у Бога и приступая к другим таинствам. В этом мы чувствуем уже, ту малую Пасху чувствуем, воскрешение нашей души. Пусть всегда благодать Божия будет с нами. Пусть всегда в тяжелые минуты, особенно в такие крестные, можно сказать, дни нашей жизни, светит это божественное и святое солнце Пасхи Господней. Воистину воскресе, Христос, дорогие мои! Светлое Христово Воскресенье – самый большой христианский праздник. Это важнейший день богослужебного года. Все человечество, а значит каждый из нас, получили надежду на спасение, потому что Христос воскрес. В Пасхе вся суть христианства и весь смысл нашей веры. По традиции православные встречают Светлое Христово Воскресенье в храме, в ночь с субботы на воскресенье. Пасхальная служба исполнена духовной радостью и ликования. Вся она – торжественный гимн Светлому Христову Воскресенью, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в Светлое Воскресенье и последующие 40 дней. Христос воскресе! Воистину воскресе! Светлое Воскресенье Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие ставропольчане, я хочу сообщить благую весть о принесении частицы благодатного огня из Святого Града Иерусалима к нам в Ставрополь. Это стало возможным трудами губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича, членов Святой Федерации Афанасова и других наших тружеников ставропольчан, когда на самый день Пасхи, в эту пасхальную ночь, будет принесен благодатный огонь и роздан православным верующим. Это великая благодать, схождение благодатного огня каждый год на гроб нашего Господа и Спасителя в Иерусалиме. где-то после полудня, после двух часов дня, и это свидетельствует еще раз о том, что благодать Божия не оставляет этот мир. Благодать Божия вместе с нами. Это великое чудо, когда огонь сходит и зажигает вокруг себя, и в первую очередь на гроб, затем зажигаются свечи паломников, и, однако, он некоторое время никого не опаляет, показывая свою чудодейственную силу. И каждый год кто-то привозит огонь, и мы присоединяемся, получаем его для Ставрополья, а в этом году мы получаем его буквально перед началом пасхального богослужения. Спасибо, Господи, всех, кто потрудился принести огонь, и пусть Господь благословит наше благословенное Ставрополье. Христос воскресе! По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла и при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в светлый праздник Пасхи в город Ставрополь специальным авиарейсом из Иерусалима привезут благодатный огонь, одно из самых известных чудес православной церкви. Каждый год, накануне Святой Пасхи, православный мир ждет, когда таинственным образом сойдет огонь в храме гроба Господня в Иерусалиме. По количеству очевидцев и исторической длительности это событие не имеет аналогов не только в нашей церкви, но и во всем мире. Огонь будет доставлен в ночь с 19 на 20 апреля в Андреевский храм Краевого центра. Сразу после этого в храме начнется пасхальное богослужение, которое возглавят митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Наша передача подошла к концу. Храни вас Господь с наступающим Христовым воскресеньем. Христовым воскресеньем.